всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду захотелось мне сосисок сосисок гостовских особых для них нужна говядина и свинина в равной пропорции причем свинина берется полужирная полужирная напомню вам по госту считается свинина с содержанием жира от 30 до 50 процентов то есть этому параметру соответствует вполне грудинка на взгляд выглядящая как не очень жирная сейчас попробую такую магазине найти не хочу заморачиваться дома возиться с мясорубкой поэтому сразу же в магазине попрошу ее провернуть и говядину и свинину через мясорубку там поехали приехали масочку и за мясом сейчас если проверят и пойдем готовить добрались до дома значит сегодня нужно фарш просто смешать солью и оставить его на просолку вот у меня пакетик со свининой а вот с говядиной засаливать буду нитритной солью пришла мне посылочка из республики беларусь магазин солим бай в минске в торговом центре силуэт настоящие фанаты домашнего колбасирования открыли магазин для таких же фанатов так что движение домашних колбасников растет и широко шагает планете этот магазин дело конечно хорошее но на мой взгляд если под боком вас будет открываться все больше офлайн их магазинов это только на пользу если конечно магазины эти открывают люди которые сами из этой продукции готовят колбасы при живом общении на мой взгляд гораздо быстрее можно получить ответы на вопросы касательно тонкости приготовления мне на сайте они тоже естественно указывают рецепты которые же опробовали в интернете их рецептов тоже дофига но всегда остаются какие-то на первый взгляд незначительные детали которые в рецепте могут быть не указаны но они вот для неопытного колбасника требует уточнения есть у вас такой магазин под боком есть рядышком то зачастую проще в него зайти поговорить правда есть и минусы мне например из такого магазина уйти без покупки сложно заходишь а там оболочка такая оболочка сякая там пряности такие какие-то стартовые культуры такие и сразу в голове мысли роятся такие из-за этого можно такую штуку приготовить а из этого такую а зато такую офигеть дайте две засаливать буду из расчета 9,2 процента соли нитритной соли то есть 22 грамм на килограмм фарша да сразу не сказал печень ингредиентов граммовки основные этапы рецепта как всегда в самом конце ролика прочитаете все можно вымешивать важный момент вот температура фарша начиная вот с этого момента до окончания набивки сосисок не должна превысить 12 градусов если видите что она в процессе ползла вверх и начинает приближаться к этой опасной границе останавливайте процесс и отправлять фарш в холодильник охлаждаться иначе на выходе получите брак бульонный отек будет такая сухая котлетка в оболочке плавать в бульончике ну и хватит пожалуй вымешивать надо до появления белых нитей сейчас покажу вот фарш видите что такое эти самые белые нити смотрите когда мы вымешиваем и механически повреждаем кусочки мяса в дополнение к этому мы мы добавили соль фарш соль растворяясь повышает астматическое давление на стенки клеток от чего эти стенки лопаются в клетках есть жидкость клеточная жидкость которая содержит в том числе белок вот этот белок растворенный впадает наружу мяса и смешивается с жиром который есть в мясе при вот этом вымешивании как образуются вот эти связи вытягивается такими хвостиками вот именно нитями вот этих нитей вымешали это значит что на фарш уже в нормальном состоянии теперь нужно оставить его на просолку так он мелкий 12-24 часа при температуре 0 плюс 4 градусов короче холодильнику беру а завтра мы продолжим завтра же окончательное измельчение в блендере в измельчителе добавление льда 0 ледяной воды цитратов я вам покажу объясню зачем но пряностей и можно будет набивать сосиски до завтра продолжаем процесс сегодня завершение приготовления эмульсии для сосисок и в принципе завершение приготовления этих самых сосисок набивать я буду при помощи колбасного шприца китайского вон он стоит обзор на канале был ссылку в описании повешу но до набивки надо еще и саму эмульсию приготовить для повышения влагосвязывающей способности мяса обычно используют фосфаты ничего страшного в этом слове нет они содержатся и в ваших мышцах и в мышцах животных в виде молекулы тф но мало кто имеет возможность приготовить вареную колбасу или сосиски из вот только что забитого животного как это было положено между прочим в 1938 году согласно альбома рецептур наркома пищепрома а в течение четырех часов после забоя количество молочной кислоты в мышцах растет и соответственно фосфаты разрушаются вот чтобы вернуть ph мяса к состоянию парного и добавляют эти самые злобные фосфаты у малообразованных людей регулярно возникают истерики на эту тему какой ужас фосфаты в колбасу как можно это просто химия друзья мои фосфаты в колбасу добавляют обычно в количестве не больше трех граммов на килограмм сырья для сравнения в плавленом сыре например на килограмм добавлено 20 граммов этих самых фосфатов то есть в шесть с половиной раз больше и что-то я истерик от таких домохозяек по поводу подобного сыра не слышал но по такая так сказать малообразованным слоям населения производители ищут и что самое интересное находит другие способы увеличить влагосвязывающую способность эмульсии это цитрат натрия под этим страшным словом скрывается натриевая соль лимонной кислоты то есть продукт реакции обычной кухней пищевой соды и лимонной кислоты именно цитрат натрия образуется продукт когда вы например в тесто высыпаете пакетик разрыхлителя пищевая сода и лимонная кислота на кухнях самых дремучих домохозяек прописалось уже очень давно и вроде как уже и не так страшно дозировка 5 граммов на 1 килограмм фарша предваряя вопросы а зачем вообще повышать влагоудерживающую способность фарша неужели за тем чтобы злобный производитель под видом мяса продал нам воду в оболочке конечно же когда такая боязливая хозяйка дома готовят котлетки она их хлебца в них добавить побольше и водички подольет но это она делает чтобы котлетки понежнее посочнее были а если какой пор в кулинарии соседей точно такой же фарш для котлет намотит так это конечно чтобы хлеб и воду под виду мясо продать всем же ясно сначала надо все до однородности перемешать а затем частями вот на этом агрегате буду превращать все в эмульсию добавляя ледяную воду именно ледяную или вообще лучше лед колотый мелкий вот такая эмульсия на выходе и следите за температурой не выше 12 градусов это у вас должно быть отскакивать от зубов какой чин аж эмульсия готова в колбу я ее переложил набиваем теперь тепловая обработка зависимости от вида оболочки она проводится разными способами вернее так верхняя граница температур для разных оболочек разное для коллагеновой например 80 градусов это верхний порог для натуральной оболочки 110 120 возможно у меня коллагеновая я буду проводить первый этап об сушку в духовке при температуре 50 градусов режим конвекции включен примерно 30-35 минут затем в домашних условиях дам немного дыма это необязательный элемент если не хотите коптить не коптите вот у меня чугунная жаровня и казан не знаю как назвать правильно на дно чтобы не отмывать его позже от пепла кусок фольги и примерно столовую ложку опилок листных пород у меня буквы на решетку сосиски конечно все сразу не поместится но я часть пока таким макаром обработаю так и на огонь и сразу сильный нагрев на одну две может быть три минуты как только дымок пойдет из-под крышки сразу нагрев выключаем оставляем в дыму минут на 10-15 очень важно не надо ее греть потому что температура под крышкой подскочит и у нас будет безобразие а не копчение слишком высокая температура поднимется но горячая от очень горячего дна очень быстро опилки начнут леть дымок пойдет а температура под крышкой высоко не поднимется то есть это не будет шайтан коробка кого и все любят на кастер бухнуть у так там устроить там канцерогенное чудо себе ждем через 15 минут сосиски вынимаю и отправляю в духовку видите часть я подкоптил а часть оставил не копчеными разница по цвету видно мне кажется очень сильно все в духовку варится в пару при 80 градусов с конвекцией а чтобы пар был на противень кипятку сразу готовы сосиски будут когда температура в центре батончика достигнет 70 градусов это моем случае займет минут двадцать как я уже сказал не обязательно их коптить я вот часть коптил часть нет если не коптим то после процедуры обсушки сразу даем варку паром это все на ваш вкус и это делаю потому что мне нравится легкий аромат дымка а часть не копчу потому что некоторым в моем семействе аромат дыма не нравится смотрите какая сочная просто чудо и естественно с горчицей со сладкой немецкой горчицей вот как раз то что я хотел получить классная сочная мясная вкус горянка хорошо чувствуется супер просто супер для сравнения сейчас попробую конечно чуя не копченую вот эту увидите сколько сока даем просто прелесть хранятся они в холодильнике их можно заморозить а потом медлен медленно размораживать крышки просто класс единственное что сейчас секунду вкусно классные сосиски гостовские рецепты рулят у меня есть конечно большое отступление от госта по госту свинина должна быть не полужирная а жирная для меня это через чур как-то мне больше нравится полужирность возможно я просто на глаз не умею определять эту самую степень жирности и полужирности возможно возможно мне и получается по госту но я для себя определил что ту говяжью грудинку троп свиной грудинку то вам показал я ее так вот ты себя определяю как полужирную и вот именно такую используют для таких сосисок имеет очень нравится теперь что касается тонкостей у меня тонкостей сначала огурец и помидорку ну-ка такие классные нам достались мне огурцы в этот раз помидоры здесь в испании почему-то продают перерощенные огурцы вот этот нежненький тоненькие мягкие вкусные сладкие даже бы сказал помидор просто летник классные чудом просто чудо теперь что касается тонкостей выбираете если вы используете коллагенную оболочку выбирайте коллагенную оболочку которая гарантированно налезет на на цепку на вашего колбасного шприца потому что я использовал сегодня 17 миллиметровую колбасную оболочку цепка у меня 15 миллиметров но для того чтобы на эту цепку одеть эту колбасную оболочку ее приходится смачивать производитель не рекомендует смачивать эту самую коллагенную оболочку вот эту конкретно ее предлагается сразу одевать на цепку но для того чтобы ее одеть не требуется цепка 12 миллиметров диаметром потому что над гильзу собрана такой гармошкой поэтому диаметр уменьшается поэтому будете выбирать оболочку выбирайте под имеющийся ваш размер цепки ну либо берите натуральную череву она тянется достаточно неплохо огромное спасибо ребятам из солимбай мужики вот такие на вам респектище за классную оболочку очень удобный кстати качественно упакована посылка от вас пришла просто супер прекрасной упаковки все четко видно классно здорово респектище да для интересующихся обязательно ссылку на этот магазин повешу и заходите к ним на сайт и приходите к ним в гости непосредственно торговый центр поговорить посмотрите вообще пощупать все эти оболочки не все можно понять по картинкам в интернете что-то требуется пощупать руками чтобы определиться подходит вам это или не подходит на этом позволите попрощаться огромное спасибо за компанию за лайки дизлайки за репосты я буду жрать сосиски смотрите сколько здесь всем пока и и